мотор добрый день дамы господа у нас сегодня новинка от компании вент машин это блок очистки воздуха df 500 рассчитаны для серии калибри мощностью до 500 кубов правильно здравствуйте да в целом правильно значит это блок фильтрации он же блок шумоглушения но так получается из-за того что здесь фотокаталитические угольные колбы они достаточно хорошо убирают шум вот и плюс еще это коллектор распределитель который может разводить сразу из этого блока воздух в разные стороны на три выхода очень удобно в случае где надо еще сэкономить место например вот ну давайте откроем такой аппарат три в одном на самом деле для проектирования для монтажа очень удобно не надо отдельный коллектор вешать здесь уже можно вывести слева справа здесь то есть либо на три входа либо просто поменять эти заглушенные изначально идут как хотите можете в любой комбинации использовать значит что он из себя представляет сначала полевой фильтр прижимной как на всех наших установках g4 да вот далее идут угольно-фотокаталитические фильтры они же шумоглушающие элементы здесь и собственно вот три выхода на три стороны как коллектор значит при данной комплектации угольно-фотокаталитической этот фильтр используют в первую очередь от газообразных соединений то есть запахи выхлопные газы какие-то вредные составляющие от заводов там в общем и так далее вот то есть это фильтр химической очистки при необходимости сюда можно оставить вместо угольных фотокаталитических фильтров фильтр класса епа то есть соответственно и сюда тогда можно поставить тоже более высокий класс очистки фильтра эти меняем колбы на епа это ставим м5 какой-нибудь 5 даже можно м7 поставить мы ставим епа то делается для того чтобы сохранить епа вот эти колбы дольше мы ставим вот тот фильтр не g4 а f7 или m5 тогда он позволяет сохранить эти колбы гораздо дольше епа вски а вот чтобы сохранить фотокаталитические колбы g4 можно поменять только лишь на фильтр м5 который допускается допустим и всем уже насколько я знаю уже не разлагается да он разрушается из-за ультрафиолета там свойства ткани со временем просто может разрушиться вообще дырку превратиться ну просто он реагирует на ультрафиолет вот именно ткань 7 пидро вот значит что еще в этой модели полезного эта модель относится к серии калибре но ее можно использовать для серии оранж потому что допустим серия новость и риорды да на новой серии orange серии orange нет фотокаталитического фильтра но там есть с вами и по фильтр крутой да епа фильтр есть но без возможности установки туда фотокатализа если нужно с вариантом фотокатализа то есть допустим какой то перевод года надо вот гуль фотокаталитические какой-то период года чтобы был епа тогда можно вот этот вот элемент поставить вместо того да не то что место к приточке ордера можно поставить вот такой вот элемент фильтрации и тогда можно использовать его как на е по фильтре также и на фото катализа с углем поясню в двух словах если вы купили если у вас при точно установка вместо калибри вы хотите сэкономить и взять более доступный вариант orange серию есть установки orange если вы не смотрели наши ролики про серию оранж посмотрите это более доступные приточной установки от компании вент машин они очень-очень хорошие и но имеет свои определенные наборы функций так скажем урезана немножечко по сравнению с калибри и вот кто и доступные приточки можно поставить вот такой блок фильтрации правильно да по высоте они одинаковые поэтому сложности при монтаже с потолками там или еще чем-то не будет вот они вполне себе совместимы ну то есть двух словах я бы хотел тут еще пояснить как для кого это все таки блок очистки нужен потому что чтобы люди понимали что такое химическая очистка что такое очистка просто от пыли да вот и же е по фильтрация самая крутая которая очищает от pm 2 с половиной от мелких частиц очень когда у вас дети аллергики там фильтры е по они прям максимально сильно защищает вас от мелких мелкодисперсной пыли а химическая очистка она нужна для кого то есть для людей которые где живут в первую очередь угольные фотокаталитические фильтры используются для фильтрации воздуха от газообразных соединений то есть это угарный газ выхлопные газы это запахи от всяких на перерабатывающих заводов типа там какой капот не свалки мусорные и так далее то есть то что не взвешенные частицы нас к твердой а газообразное соединение поэтому вот он собственно есть химический фильтр то есть основной у него элемент это уголь который впитывает себя сорбирует все вот эти вот вредные составляющие фотокаталит здесь является главным образом регенератором этого угля то есть все что уголь на себе накопил фотокаталит постоянно его очищает у него очень такой мощный окислитель соответственно вот с помощью этих пероксидов проходящих сквозь уголь происходит реакция очищения тем самым фильтра увеличивается да то есть этот фильтр можно не менять порядка двух лет для угля это очень большой срок да но все равно надо понимать что каждые два года его желательно ну нежелательно вообще обязательно нужно поменять на поставить новые колбы потому что уголь все-таки он постепенно он свои свойства так скажем утрачивает и нужно обновлять новые колбы ставить через два года чтобы именно сами колбы потому что облучатели ультрафиолетовые светодиодные вот они долго рассчитана у них расчетный срок трубы 6-7 лет а мы их тоже можно поменять можно ну со временем да просто допустим грубо говоря там через две замены у них есть только понять как деградация этих светодиодов не такая большая которая бы была критична . конечно не чуть-чуть садятся но вот мы проверяли через какой-то период времени они полностью нормально работать большой период то есть если у вас под окнами до или возле дома появились какие-то запахи вы мучаетесь при открытом окне от запахов то вам поможет только лишь фотокаталитическая очистка которая полностью разрушает вот практически любые запахи все уголь то есть вот как элементы тугой который вот такая вот такая стопка вы можете кстати посмотреть наш ролик где мы делаем подробный обзор старшего брата этой этого приточного блока это df 1000 раньше назывался 600 лет и мы там прямо разбираем показываем как он работает можете вот по ссылочке посмотреть там такой слой угля который именно он и задерживает все вот эти запахи вам уголь поглощает себя вредные запахи и уже к вам идет чистый очищенные так скажем воздух насыщенный кислородом без вредных примесей а уголь же тем самым к уголь когда впитался дело светодиодов дойдет ультрафиет его не разрушают как раз вступает процесс наступает процесс фотокатализа и этот уголь очищается регенерируется у нас был очень показательный пример достаточно много лет уже назад у нас тогда еще была установка пву-350 который мы предложили одному человеку который пришел значит с проблемой того что у него квартира в капотне и там забываю гугу она да там запах там у него ряда был нефт перерабатывающий завод у него была свалка мусора большая там катни далеко в открыть окна он практически не мог было очень неприятный запах и в общем-то видимо очень вредно а при этом у него было двое детей такие гиперактивных которые постоянно дома бегали играли и если он закрывал окна то дети просто скисали вот им не хватало кислорода когда открывал то соответственно тоже запахи на да вот он к нам пришел и мы ему порекомендовали пау-350 с таким же угольно-подкатетическим фильтром но поскольку он не готов был тогда платить такие деньги сколько стоила установка в общем-то у меня были сильные сомнения помочь сегодня то что она поможет она поможет да тем более как бы вот еще при условии что такая цена за нее вот то есть но просто не готова но поскольку хотелось помочь решить проблему вот здесь в первую очередь было интересно попробовать помочь да и собственно хотелось чисто по-человечески вот поэтому мы ему дали эту установку на две недели просто без денег поставили ему дома без монтажа вывели воздуховод на улицу и предложили пожить с ней пару недель чтобы понять стоит она того или не стоит вот через две недели он пришел сказал что на меня даст он ее купит потому что жизнь изменилась очень сильно то есть он больше не открывал окна у него дети бегают счастливы веселые и здоровые и никаких запах в квартире нет да то есть это такой вот прям вот показатели жизни что это работает да такие реальные примеры есть мы тоже не не раз слышали много примеров было где прям вот данные установки помогали даже у нас были сателлиты которые с фокусом у нас есть с этим фильтром угольно-каталитическом несколько установок уже вставленных туда значит это сателлит эта установка калибре фокусом 500 да ну и вот отдельно такие вот элементы которые просто для канальных систем по цене ну поэтому да мы на самом деле да уже знаем не просто по слуху да что они работают такие фильтры они реально работают и людям кто не может без этого никак то вот единственное решение которое поможет им нормально жить и не просто жить я получить довольствие от жизни на надеюсь мы делаем правильные установки ну и о стоимости я хотел бы тоже чтобы прокомментировали стоимость стоимость не дешевая данная агрегация фотокатализм 75 а если берем съем по фильтром с просто физическим фильтром 67 67 но здесь надо первую очередь сказать что сами элементы фильтрующие это не дешевые элементы вот этого элемента дорогие что фотокатализм с углем что е по фильтрам тоже не дешевые поэтому общем то большую часть так сказать стоимости установки сами фильтры но еще хотелось бы узнать помимо цены да сколько стоит обслуживание потому что я понимаю что если как бочки дорогие да то я их надо менять каждые два года насколько сколько вы столько же выйдет обслуживание примерно но если совсем усреднить до с учетом там полевого фильтра предварительно предварительно вот G4 потом здесь цена немного отличается фотокаталитических угольных фильтров от епусских фильтров и опять же срок службы у всех все-таки разница в зависимости от эксплуатации от условий эксплуатации но если так совсем средний взять то это где-то 1000 рублей месяц обслуживания этих фильтров говорят 12000 в год ну да там 20-25 тысяч за два года вот где-то получится ну это основная стоимость например что вот этих колп до основного это вот эти вот фильтры большие вот такая стоимость по расходникам ну не маленькая на самом деле но зато проблему решает кардинально во-первых ну давайте так сравнивать если мы зайдем куда-то перекусить то наверное цена ну да будет тоже наверно в районе 1000 да но это за один раз один день там и так далее да это за месяц а здесь за месяц и дышим мы каждую секунду помимо того что это очень важно для здоровья в текущих реалии да это еще и надежность да и длительная так скажем не гарантия а возможность ее представить причинить и сила части я так понимаю что всегда есть машины без проблем любой компонент можно поменять на новый даже через 20 лет но во всяком случае прошедшие 20 лет мы работаем на все оборудование выпущенные нами мы расходники до сих пор предоставлять есть конечно какие-то модели которые просто комплектующие он даже не в нынешнее время еще ранее переставали выпускаться какие-то заводами те же самые фильтры те же самые лампы светодиоды те же самые вентиляторы подшипники то есть то что мы можем раздобыть мы все на складе держим для того чтобы всегда иметь возможность отслужить любого нашего пользователя вот значит гарантия ну здесь особо ломаться нечего то есть здесь по сути дело все остальное расходники есть все сменные лампы колбы сменные лампы в них сменные все меняется и по сути ну и корпус да это металл который прослужит долгое время по сути ломаться нечего действительно и семьдесят пять тысяч как бы даться дорогая но она в принципе того грубо говоря стоит если у вас проблемы с очисткой туда даже не то что у проблемы с очисткой люди которые жили без вентиляции без вентиляции качестве очистка воздуха через какое-то время пользования и говорят что мы уже себе не представляем ну да на самом деле это уже я постоянно повторяю кто пожил с вентиляцией с нормальной в квартире или в доме тот никогда больше не будет жить без нее как открытый момент никогда в жизни не будет больше это у кого была нормальная мы не берем тех где кого там бризер но это люди которые задумались уже о том что вентиляция нужно наверное пути на пол шишечки задумали они они уже на пути к исправлению люди нам интереса вся дорого но на самом деле раньше кондиционер очень дорого я помню первых кондиционер поставили в 2000 годах они стоят ошибок по две тысячи долларов это две тысячи долларов это была какая-то не безумная цифра для людей доллар и не да и покупали люди далеко не не все покупают минимум кондиционеров покупали то же самое происходит сейчас приточками конечно больше чем раньше кондиционеров но все же сейчас наконец тоже понимание приходить понимание того что кондиционер это не вентиляция что воздух и кондиционер чистого не дает и свежего поэтому сейчас задуматься еще и об вентиляции в том числе да понятно что если у вас уже квартира с ремонтом то вы особо туда много чего не намонтируйте вам только доступны внешне как правило приточки сателлита да там он сейчас во многих жилых комплексах строящихся делаю специальные этажи даже какие-то шахты инженерные куда можно размещать оборудование кондиционеры и вентиляцию с одной стороны появляются запреты на размещение там на фасад и так далее с другой стороны есть уже какие-то штатные места централизованными стандарт все можно смотировать так что вот так приучайтесь хорошему живите хорошо долго долго и счастливо на этом все надеюсь данное видео было полезно интересно обязательно подпишись на наш телеграм-канал там вы можете видеть различные дополнительные вещи которые на снимках мы здесь не показываем и прочим полезной и интересной информации до новых встреч пока пока сюда